Свой очередной визит в Рязань начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер начал со встречи с депутатами регионального парламента. Рязанская область стала вторым регионом, где для обсуждения вопросов пассажирских и грузовых перевозок использовалась площадка законодательного собрания. Наверняка те избиратели в лице депутатов наших уважаемых, они в более полной мере поймут и проблемы нас железнодорожников, а мы, наверное, им будем говорить о тех наших достижениях и о тех решениях, которые они принимают. Владимир Молдавер отметил, что сейчас рязанское направление на Московской железной дороге является одним из наиболее развитых в инфраструктурном отношении. И что интересно, отрезок железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани единственный в стране с левосторонним движением. Таким феноменом рязанцы обязаны проектировщикам. Это были англичане и сделали все как у себя на родине. А познакомиться с сегодняшним днем Московской железной дороги депутатам помогала развернутая в стенах Думы экспозиция. В динамике за последние пять лет, будем так говорить, отрезок такой, у нас постоянно конструктивно все меняется, все в лучшую пользу. Мы находим любые точки соприкосновения и понимания, как в правительстве, а я надеюсь, если это в правительстве, значит законодательно это все поддерживается. Как было заявлено, наряду с решением производственных задач, железнодорожники особое внимание уделяют социальной сфере. Почти 30 миллионов рублей они направили на строительство так называемого технологического ведомственного жилья на станциях Рязанской области. Около 12 миллионов на реконструкцию ведомственной больницы в Рыбном, которая обслуживает по соглашению с региональным правительством не только работников отрасли, но и нежелезнодорожников. В течение встречи депутаты смогли задать ряд вопросов, в том числе по безопасности пешеходных переходов, реконструкции платформ. Прозвучал вопрос и по оплате автомобильной стоянки на привокзальной площади Рязань-1. В отведенные 15 минут бесплатного времени рязанцы не успевают встретить или проводить родственников, или купить билет. С точки зрения 15 минут, 20 минут, сегодня поговорим, я выражу ваше беспокойство и скажу, давайте посмотрим. С точки зрения стоимости часа, я здесь и правительство Рязанской области, и я никакой роли не играю. Конечно, инвестор вложил свои личные деньги туда, он сам обустраивал эту площадку, он, наверное, видит срок окупаемости. Кстати, тоже сегодня поговорим, скажут, что говорят, дорого. Кроме того, в этот день было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и Акционерным обществом Российской железной дороги на 2016-2018 годы. Это действительно рабочий документ, по которому и мы, и Московская железная дорога проводят колоссальную работу, и проводим мы ее во взаимодействии и в согласии. Примеры такого взаимодействия есть. В их числе – курсирование ускоренных комфортабельных поездов «Экспресс». Это сделано для повышения качества обслуживания жителей Рязанской области. Также введен в эксплуатацию новый вид подвижного состава – рельсовые автобусы, отвечающие современным требованиям безопасности и удобству пассажиров. В заключении встречи стороны выразили благодарность за понимание и поддержку и надеются, что подписанное соглашение послужит на благо региона.